Вчера стало известно, что министры стран ОПЕК+, договорились сохранить текущий план по увеличению нефтедобычи. Это было достаточно неожиданное решение, которое имеет весомое значение для всего сырьевого рынка. Мы проанализировали ситуацию и теперь хотим поделиться с вами мнением авторитетных экспертов. Как мы видим на графике, сохранение объема добычи не имело негативного влияния на нефть. Сегодня марка Brent дорожает, уже сейчас 1 баррель оценивается почти в 72 доллара. На самом деле снижение цен на нефть было остановлено слабой макроэкономической статистикой в Соединенных Штатах. Но все же рост цен на нефть происходит очень вяло, да и в целом все еще сохраняется единый диапазон котировок, о котором мы говорили ранее. Это является наглядной демонстрацией ее чрезмерной перекупленности и потенциал роста явно исчерпан. Таким образом, следствием публикации данных по заявкам на пособие по безработице может стать снижение цен на черное золото. Рынку нефти явно подойдет любой повод для коррекции. После сегодняшнего роста нефть марки Brent может подешеветь до 71 или 70,5 баррелей. Нефть марки WTI также ожидает снижения, о чем говорят аналитики. Хотя в целом продлиться коррекция может недолго, но все же она уже назрела. Объем добычи будет расти, а объем потребления неизвестно. И если данные по рынку труда в США будут хуже прогнозов, это окажет давление и на сырьевой рынок. Поэтому снижение стоимости нефти WTI может произойти от локального максимума 69,5 долларов на 1-2 доллара. А вот для рубля пока были благоприятные условия. Сейчас котировки пары составляют 72,80 рубля за доллар. Вероятно, нас ждет еще небольшой импульс снижения, а затем рубль сдастся и начнет слабеть. Наверное, если бы вчера американская статистика не подкосила доллар, то рубль наверняка терял бы уже свои позиции. Ведь российская макроэкономическая статистика оказалась довольно разочаровывающей. Например, темпы роста розничных продаж замедлились с 10,9% до 4,7%. А без роста розничных продаж невозможно восстановление экономики. Тем не менее глобальное ослабление доллара привело к усилению позиций рубля. Однако сегодня мы должны увидеть изменения направления движения российской валюты. Опять же по причине американской статистики, которая сегодня может оказать доллару существенную поддержку. С точки зрения фундаментальных факторов ситуация в паре евро-рубль аналогичная, да и технический анализ подтверждает прогноз скорого ослабления рубля. Котировка пары евро-рубль сейчас на поводу у продавцов, где участникам рынка уже удалось зафиксироваться ниже значения 86,60. На пути нисходящего цикла стоит уровень поддержки 86,00, что вполне может оказать давление на короткие позиции в плане их сокращения. Именно этого мы ожидаем. Заседание ОПЕК показало, что ситуация с потреблением нефти остается стабильной. Пока министры договорились продолжать регулярно увеличивать поставки на 400 тысяч барлифт в сутки. Встреча группы продолжалась менее часа. На самом деле это одна из самых быстрых встреч за последнее время и резкий контраст с затянувшимися переговорами, которые наблюдались на предыдущей встрече картеля в июле. В целом результат заседания мы видим, и он понятен. Как и понятен возможный итог сегодняшних макроэкономических данных из США, которые могут сдвинуть сырьевой рынок в сторону снижения.